всем привет дорогие друзья меня зовут вадим я вас рад приветствовать на своем канале вот как вы знаете я каждое воскресенье практически каждое воскресенье езжу к роману походим в компании им хобби для того что просто пообщаться с ним поговорить там у него проконсультироваться может что я ему расскажу в общем общаемся и меня ждал такой очередной подарок как не приезжаю вечно что-нибудь я от него получаю вот на этот раз не только от него после того как компания 7 с подачи романа похотина посмотрела фильм про краски которые я фильм посмотрела фильм про краски которые я выпустил вот они мне решили подарить вот такой вот набор полный набор и семенских красок 80 банок это был для меня шок ром спасибо тебе огромное за содействие в том что вот я получил вот этот подарок спасибо большое компания 7 за то что они решили мне презентовать вот эти краски чтобы я ими пользовался я очень давно искал все краски под кистью теперь у меня есть просто вся линейка огромное вам спасибо друзья и за 7 вот я обязательно их буду показывать фильмах я обязательно буду ими работать вот ну а теперь давайте посмотрим что за краски ну краски наверное вы знаете что тут здесь и краски и лаки здесь все что есть вся линейка и главное вот хочу посмотреть что вот здесь вот в этой коробке да и также получил энциклопедию тоже от рома вот такой на русском языке энциклопедия бронетехники техника моделирования здесь полный процесс везеринга показан какая химия используется но соответственно все на русском языке вот такое вот богатство друзья здесь я предположительно но если каждая краска стоит 125 рублей в розницу вот посчитайте здесь 80 банок вот и вот такие вот лаки тоже три вида лака который мне компания 7 дала это сатин это глянцевый матовый вот они я их тоже обязательно попробую посмотрю ну соответственно все это акрил естественно вот и металлики ну металлики я здесь отдельно потом посмотрю да здесь еще есть blue thread кроваво-красный матред охра цвета интересные british хаки basic skin tone очень много интересных цветов вот clear orange вот эти вот серия clear это прозрачные лаки такие как у томи если знаете вот они есть их 6 банок должно быть надо их поискать тут они где-то здесь тусят так и 6 еще какой-то цвет ну сейчас я не помню какой ну в общем это не суть я их тоже посмотрю попробую на кисть попробую с аэрографом с аэрографом тем более это краски очень хорошо дуется единственный вопрос очищения но как его показала практика очистители фирмы каф модулс они очень хорошо очищают очиститель с красной крышкой вот разбавитель aqua разбавитель с синей крышкой вот они очень как раз подходят к этим краскам вот такое вот богатство друзья я пока их отложу вот сюда вот спасибо огромная компания 7 и роману за содействие в получении вот это всего богатство так бронетехника вот такая энциклопедия вот ну быстренько пролистая что она из себя представляет энциклопедия на русском языке на примере сборки одной модели показано как делать везеринг то есть полностью окраска целиком какой химии пользоваться вот у брошера какими у броши им пользоваться где как по пункт на все написано все написано как это делать как делать везеринг я книжку очень хорошо прочитаю вот нанесение ржавчины и тому подобное не буду сейчас на ней заостряться так потеки топлива вот как гусеницы красить как их пигментовать чем пигментовать здесь номера банок номера красок все указано то такашная миговская все всеми в общем красками которые в принципе нужно которые нужны для того чтобы сделать визеринг на модели вот такая вот энциклопедия теперь давайте посмотрим что у нас в коробке до наборчик конечно богатый я вам скажу и и так аэрограф 1183 про который вы мне говорили рома посмотрел мое кино прочитал ваши комментарии и решил мне подарить аэрограф 1183 0 3 сопло до бачок 7 миллилитров без резьбовое сопло походу самоцентрирующиеся как вы и говорили но откроем посмотрим сейчас попозже немножечко вот это очень интересная штука это мини фильтр это дополнительный фильтр к аэрографу на компрессоре есть фильтр в влагоделитель я вам показывал стеклянный такой но как показала практика и как говорили многие моделисты какой-то конденсат все равно проходит и оседает шланги и вот через шланг этот конденсат попадает в аэрограф а потом попадает в краску и соответственно составит меняется состав краски и краска становится немножко другой и скажем так с этой штукой краска будет ложиться лучше потому что эта штука дополнительный фильтр влага отделитель между между шлангом и аэрографом то есть у меня теперь будет два фильтра один стоит на компрессоре если вдруг не дай бог компрессор пропускает ну скажем так через этот фильтр прошла влага то вот здесь она полностью осядет и соответственно не попадет в аэрограф очень советую такую штуку взять я ее прицеплю к аэрографу посмотрим как она работает интерьер ваш смывка для интерьера смотрел мои фильмы наверное по поводу того что я собираюсь сделать модели с интерьером решил мне подарить натуральный эффект миговские земля дамп 5 темная земля или какая жидкая земля или грязь скорее всего стрикинг да стрикинг dark vehicle стрикинг краем подтеки то что мне сейчас нужно для модели которую я буду делать для своего клиента натуральные эффекты какая-то зеленая жижа еще стрикинг панцир грей стрикинг панцирь грей для танков тоже вот такой тоже подтеки пигменты dark сталь вы помните я так скорее всего это какая-то натирка помните я как его у ганзы есть такая краска 212 который я натирал катки вот я думаю что это тоже самое только в сухом время посмотрим попробую как минимум фильтры фильтр 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 и фильтр это миговские фильтры под разные камуфляжи под разные под разные цвета техники так 2 4 6 7 7 фильтров вот вот эту штуку я давно хотел попробовать это грунт акт акка блин здесь пол литра наверно баллон очень тяжелый да кстати здесь два вида сопла одно вот это вот тонкая и второе толстый расплыв толстый раз большой раз распыл и тонкий распыл они меняются и здесь написано fine primer черные то есть это микро филлер это нитро вот его можно попробовать прямо с баллона очень тяжелая надел я просто вижу надолго хватит я никогда не пользовался но говорят что он прекрасно ложится прекрасно дуется вообще и усадка у него хорошая и укрывистых прекрасная и держится хорошо посмотрим как вот бомба так ну и то что мне необходимо самые необходимые вещи очиститель для аэрографа томиевский и для л.п. знает что я л.п. пользуюсь пожалуйста вот л.п. так ну что ребят посылочка тянет тысяч на 10 наверное вот такие вот дела давайте я сейчас сейчас открою вот этот фильтр применим попробуем его применить и посмотрим аэрограф ну что давайте поглядим как эта штука работает стеклянная вроде очень удобная ручка получается у этого аэрографа вот прям прям в руку ложится удобно здесь тоже есть клапан что в воду опускать вот это вот конденсат который здесь скапливается ну что вот такой вот агрегатик стоит я думаю что он недорого но зато полезность у него огромная прям удобно все равно что купил аэрограф с пистолетной ручкой да ну вот такого таким образом эта штука вот цепляется и соответственно весь конденсат который здесь остаточный конденсат есть шланги он оседает тут и в аэрограф идет чистый воздух то есть у меня теперь двойная фильтрация давай теперь посмотрим аэрограф сам вот этот 1183 кстати в тех прошлых комментариях вы советовали его приобрести вот пожалуйста приобрел называется ром ты смотришь мои фильмы спасибо тебе огромное до коробка такая интересная необычная коробка для джаза так есть у нас прокладочка пипетка очень жесткая я думаю и надолго не хватит этой пипетки но сама суть здесь не в пипетке а в общем что я хочу сказать здесь только аэрограф он очень мощный он посмотрите какое у него сопло какой диффузер вот здесь отсутствует ключ для открывания сопла потому что он не нужен потому что сопло центрирующийся ну и по большому счету все и не хватает вот это вот дополнительный дополнительно завинчивающийся завинчивость переходника для того чтобы можно было ставить шланг без резьбовой который есть у других аэрограф джаза сейчас я его разбирать целиком не буду внутри я так понимаю все одинаковое ход плавный бачок большой так внутри вот посмотрите какое это посмотрите какой днище бачка вот это днище не очень хорошая на самом деле потому что его будет очень тяжело чистить то есть если вы посмотрите на его то вот здесь видите какой кружочек то есть спокойно кичка пролезает и высвет чаще очищаете а есть прямо целая канава то есть чистить и будет намного сложнее но ничего страшного мне то чё сетовать господи подарок так сейчас я приближу и посмотрим какое у него сопло смотрите аэрограф достаточно мощный диффузор у него очень толстый то есть здесь он сделан немножко так грубо погрубее чем чем его то и так откручиваем снимаем диффузор давайте я сниму иглу на всякий случай да здесь у него кстати есть вот этот вот регулировочный болт для подачи краски для хода триггера это очень удобно для начинающих давайте я сниму иглу так вот игла у нас на самом деле игла хорошая она гладкая как минимум джаз есть джаз джазовская игла так и посмотрим вот здесь меня больше интересует вот здесь момент здесь вот есть одна прокладка но это ничего страшного нету это прокладка нам мешает она принципе не задействована так и вот здесь внутри тоже есть прокладка вот она видите вот внутри все таки есть прокладка у этого но сопло действительно она не закручивается она сама центрирующийся вот она не резьбовое как они называют его вот она вот такого вида кого-то граненое такое сопло вот и вставляется вот сюда вот вот сюда вот вставляется во внутрь вот так и после этого закручивается значит плюсы здесь то что не надо закручивать само с материальное сопло вы никогда не сорвете резьбу это очень большой плюс но опять же это сделано не так как это сделано в ивате посмотрите сопло 1183 теперь я покажу сопло и ваты здесь также есть одна прокладка она единственная здесь и вот такое сопло и ваты вот оно и здесь нет ни единой прокладки вообще нет никакой посмотрите разницу между и ватовской и ватовским самоцентрирующимся соплом и джазовским в джазовском все равно есть прокладка вот она и все равно ее может съесть растворитель но здесь прокладка такая более на более толстый она необычный очень и найти я не знаю как она в продаже есть или нету но все равно надо быть очень аккуратно но плюс то что да действительно сопло без резьбовое не пишут самоцентрирующие пишут без резьбовое ну я думаю что это наверно то же самое здесь в вате она совсем другое ведь вот так вставляется и закручивается и сам диффузор сделано более нежно более тонко более изящно вот такой вот нас аэрограф спасибо вам огромное я его обязательно попробую в деле но друзья такие вот подарки мне предоставила компаниям хобби и компания 7 спасибо им огромное за все это я буду всем этим очень бережно пользоваться я более чем уверен что мне все это пригодится и понравится всем пока удачи встретимся в фильмах а и и и и Продолжение следует...